Начался новый аниме сезон, а это значит что? А это значит, что мультур переключается на некоторое время в режим рассказа о текущих новых сериалах, только-только стартовавших в апреле, по такие мини-впечатления у нас, даже не обзоры, а просто такие превью по первым сериям. И Алекс у нас в этот раз подготовил как раз такой мини-превьюшку по аниме-сериалу, который называется... Поезд до конца света в официальном русском переводе на Crunch Roll, а так он... Шумацу Трейн Доку Эйку, то есть куда идет поезд конца света буквально, или Трейн Тузэн Тузэ Волс, это английское название. Там... Вот хорошо, что я когда-то в начале года, помнишь, делал обзор не только за прошлый год, но и за будущие годы. Да, я тогда взглянул в будущее, посмотрел, какие сериалы пойдут, которые уже анонсированы были в начале года, и поэтому меня не слишком потрясло то, что должна была выйти эта вещь, я ее ждал. И, в общем, пока она выглядит очень перспективно, причем непонятно, чем это все закончится. Так, это на Crunch Roll, то есть русский перевод официально есть. Да, да, очень хороший русский перевод есть, в общем, ну, сейчас могу немножечко рассказать про эту вещь. Это прям оригинальный проект, которого как бы нет ни манги готовой, ничего, то есть манга выходит прям параллельно. Пока никто не знает, чем поездка. Зрители пытаются угадать, Фэнд Нодерн пишет, милые школьницы под часть с тортами едут на поезде. Это не поезд, это школьный автобус, мне кажется. А, нет, это поезд, да. Это поезд, конечно. Да, конечно же. Сейчас, поехали. Поехали на поезде. Ну, во-первых, начинается все с такого уязвленного национального самолюбия, потому что Япония как-то не слишком удачно, не слишком быстро внедрилась опять же, шесть же, и, разумеется, эта ситуация никому не нравится, у меня тут прохождение кота, и поэтому они решают сделать мировой прорыв, как бывало раньше, с телевидением высокой четкости, с автомобилями, с видеотехникой в Японии, взять реванш, так сказать. И вот один не самый прекрасный, наверное, судя по всему, день в большом токийском районе Якибукура, на севере-западе Токио, в крайне торжественной обстановке запускает мобильную связь седьмого поколения, 7G. И, как говорится, ловит испуганную школьницу, потому что она стала 7777-го участницей мероприятия, она торжественно запускает сеть седьмого поколения. То есть запускаем 7G. Вот, давай, да, она такая испуганная. И тут исполняются абсолютно все страхи конспирологов. То есть она попадает в родное антипространство. Да, что-то, как минимум, с Японией случается что-то бесконечно странное просто. Это даже сложно описать, насколько странное, потому что изобретатель 7G, вот этот Понтеро Пойзон, он наобещал удивительного. Чтение мыслей, материализация образов, какие-то божественные силы к нам придут, он нарекламировал. Ну и оно, в общем-то, исполнилось. И как говорится, совсем не так, как предполагалось. И вот мир, мягко говоря, изменился с нажатием этой кнопки совсем. И с тех пор прошло 2 года, очень странных годов. Далекая деревушка Агана, что в Нейгате, это 250 примерно километров от Токио по прямой. Но вследствие странных необъяснимых феноменов, расстояния в мире сильно изменились, и мир так вытянулся. Деревни живут, как в лучших сказках, говорящие животные. Но это не сказка, поэтому это не животные, а жители городка, превратившиеся. Потому что здесь, в Агану, все, кому исполняется 21 год и 3 месяца, превращаются в различных животных. Выбрать породу нельзя. Уж в кого превратишься, в того превратишься. И среди всего этого хаоса живут обыкновенные японские школьницы-подружки. Ну, им 21 год еще не исполнилось, и поэтому они пока еще люди. Это еще ничего. По слухам, где-то люди в деревья превращаются. Будешь баобабом, тысяча лет, да. И ходят в школу, потому что даже конец света не повод не ходить в школу. Но люди-животные все же представляют определенную сложность, конечно, в общении, потому что в них иногда взыгрывают инстинкты. Что несколько омрачает этот мирный японский зоопарк. Удивительно, но в этом искаженном мире работает служба доставки. Хотя, судя по виду, им трудно, в общем, приходится. А в дороге случается всякое. И вот, бронированная такая служба доставки у них. И вот в одной из посылок они обнаруживают неожиданную весточку. Потому что посылка была завернута в газету, в которой есть фото. А на фото давно пропавшая подружка девочек Йока. Она, оказывается, осталась в Викибукаре после всего случившегося. Та самая, которая запускала 7G. И бабушка ее превратилась в морскую свинку. Только вот тихо плачет при виде фото. А морские свиньки живут не то, чтобы очень долго-то. Ну, максимум 3-5 лет. И тогда самая бойкая девчонок, Сидзору, решает отправиться в Викибукару. Дело еще в том, что не все жители превратились в животных. Есть тут еще один странный дедушка, который ищет свою фуражку. И у него на лбу, кстати, подозрительно такой шрам. Серьезный. Как будто ему лоботомию какую-то делали. И, в общем, когда они Сидзору фуражку-то ему находят, он ненадолго приходит в себя. Включает, так сказать, мозги. И оказывается, что у него не только личные счеты с изобретателем этого 7G, он еще умеет водить поезда. Правда, сознание у него появляется ненадолго. Но, похоже, он успевает научить водить поезд девочек и вообще. И девочки отправляются в трудное путешествие в далекое Викибукаро. Потому что расстояния тут изменились. Поезда тут, кстати, нарисованы такой особой тщательностью. Ведь один из, кстати, спонсоров проекта – это Сейбу. Это, помимо магазинов, Сейбу еще и железнодорожная компания большая. И вот до Токио 30 станций у них впереди. Вот как раз Сейбу там логотип есть даже. Вот как раз. И безумно. То есть 30 станций непонятно чего. Потому что мир очень странный и совершенно искаженный. Непонятный даже масштаб. То есть на весь мир, только на Японию все это распространилось. Или только где 7G это включилось. Электричество у них есть, но слабенькое, например. Вот непонятные проекты. Непонятного автора под псевдонимом. Вот здесь это, по-моему, было у меня. Апогея Го у него. Псевдоним. Как-то странно он выглядит. Сейчас я переключусь на картиночку какую-нибудь. Вот. То есть я вот... Автор написано Апогея Го. Имя такое. Но почему-то я не смог найти про него ничего. Так бывает. Но в целом режиссер совершенно замечательный. Это Цутому Мизусима. Он делал кучу интереснейших вещей. Вот, допустим, это Щеробака про анимационную студию. Его, да. Девушки и танки. Все сериалы, все фильмы, это его тоже. То есть это про танкисток знаменитые. Да. И еще про Кальмару, который Щенряку и Камусума. Это тоже его вещь. Кальмарка, да. Кальмарка прекрасная была. Да. И Геншикен про атаку. Как минимум второй сезон тоже его. Геншикен недаймая. Это тоже он. Так что прямо вот... Ну, Геншикен вообще родной для нас еще называется. И поэтому, как бы, я режиссеру Скороу о нем доверять. Пока у него все получается. Проект оригинальный. Манго. Вот она. Так выглядит. Таблорочка у них пошла буквально за неделю до выхода. Вот первое часа, по-моему, в эфир вышла эта серия. А 25-го, по-моему, марта вышла первая часть манги. То есть, в принципе, никто не знает, чем это закончится. То есть манга, ну, кроме авторов. Манга идет параллельно. Так что посмотрим, что получится. Дальше это прямо вот интересный проект. Тем более, что у них сеттинг такой, что реально может случиться абсолютно все. То есть это для железно-роженорожных фанатов однозначно. Для любителей альтернативной фантастики. Для любителей теории заговора про всякие вот эти 5G, 6G и 7G. Прямо вот всем удовлетворили просто. Не знаю, что получится дальше. Искаженный мир недалекого будущего. Посмотрим. Прямо вот называется поезд в теплый край. Нет. Поезд до конца света называется. Куда идет поезд конца света буквально. В общем, им надо добраться до токио-вакобукера и как-то уговорить изобретателя выключить свое изобретение, видимо. Не знаю. Судя по всему, по крайней мере, намеки на это есть. Кстати, у девочки в руках этот контроллер от поезда. Ручка управления тягой. В общем, явно еще заточка на железнодорожье фанатов. Потому что Сейбу это действительно огромный универмаг вакобукера, который прямо прислонен к их же станции. Сейбу, линия Сейбу, которая идет во многие города в Японии. Потому что в Японии традиционно вокзалы находятся в собственности железнодорожной компании. А что можно сделать с вокзалом? Самый большой. Построить над ним десятиэтажный универмаг. Конечно. Конечно же, да. Поэтому очень часто небоскребы у станции действительно все железнодорожные из себя. И просто я надеюсь, что оно будет интересно бы дальше. Пока все хорошо. Проект нарисован качественно. Прямо душевидно. Аниматоры работали. Надеюсь, никуда это все не посыпется. Посмотрим, посмотрим. На пса неожиданный акцент на картинке пишет Мишико-Мишико. А Лёсик внезапно последний момент запрыгнул. Пока с ним ничего не ясно. Он, конечно, им нашел и фуражку, чтобы включить мозги у дедушки. И вообще все. Ну, конечно же, он, кстати, дедушка только в таком виде. Он один из немногих, кто не превратился в животное почему-то. Так что тут все очень непонятно. Ох, тут сколько, сколько, сколько. Фэнк Нозерн пишет. Вруди, ощущается прошлое участие режиссера в «Girls and Panzer» и «Пластикное сан». А поезд до конца света словно продолжение идеи ночи в поезде на Серебряной реке. Акэнзи Миядзавы и Галактического экспресса Лэйзи Мурсумота. Это в «Галактическом экспресс» оно все-таки. Там совсем романтика посмертная, а здесь все живы. И надеются жить дальше. Алексей Иванов пишет, лишь бы это не привело к появлению ковида 2.0. Будем надеяться. Пока оно идет по 7G. Бесконечный поезд можно вспомнить. Поезд бесконечный. Там тоже совсем другое. Посмотрим. Пока все выглядит крайне перспективно. Действительно можно, во-первых, лепить бесконечное количество серий и бесконечное количество приключений. Пока им не исполнится 21 год и 3 месяца, они не превратятся в шифров. Безумие какое-то вообще полное. Но это именно вот... Причем в регионах, я так понимаю, у них по-разному все это происходит. Потому что электричество у них есть, но два прибора включил, и оно вырубается. Как бы слабенькое. То есть какое-то странное тоже электричество. В общем, все очень странное. Там такая аномальная зона в классическом виде. Только вся Япония теперь аномальная зона у них. Да. Ну, Япония, как известно, всегда была аномальной зоной. Согласен. Еще интересно, что студия маленькая и как бы малоизвестная. Тоже необычно. То есть, которая делала всегда какие-то дополнительные функции. У них самый известный сериал был... И тут у меня выключилась голова. Я не помню уже. Ну, такое бывает с мутуром, когда 3 недели колесишь по Японии. Вытесняется просто все из головы. B2 to B Max спрашивает. Больше видео не... EMT Square это называется. Студия, я вспомнил. Вот. А самые известные, что делали... Вот это. Я, кстати, этот сериал обозревал тоже. Ну, скажи. Кума-кума-кума-бир. А, про медведей. Медведей. Да. Да. Как-то... Мимимишки, короче. Да, вот это они. Самые известные, наверное, что они делают. Субтитры сделал DimaTorzok.